Оскорбления, взаимные обвинения, угрозы убийством, шантаж, подкуп, обвинения в похищении гуманитарки. Нет, это не какая-то криминальная сводка событий. Это то, что сейчас происходит в Z-каналах. Они накинулись друг на друга, вцепились друг к другу в глотки и борются вот уже неделю. Началось все с того, что Ахмат заявил, что некоторые бойцы группы Вагнера, бывшие в массовом порядке, вступают в это подразделение. Анастасия Кашеварова очень гордилась этим, а блогер 13-й, поддерживающий группу Вагнера Евгения Пригожина, сказал, что все это брехня. Казалось бы, довольно обычная ситуация. Мы это видели на протяжении уже многих месяцев. За имя, за бренд Вагнера воюют, ну так вяло я бы сказал, воюют между собой самые разные группировки, даже несмотря на то, что группы Вагнера уже нет и никогда не будет. Однако все это переросло в гораздо более интересное столкновение между непосредственно Кашеваровой и 13-м, к которому подключались все больше каналов. Каким-то каналам платили деньги за репосты, были вылеты в сеть персональные данные обоих участников. И в общем, волна такой ненависти захлестнула Z-каналы по отношению друг к другу, что, конечно, мы с вами всячески одобряем. Поэтому сегодня, когда в России отмечается День народного единства, давайте поговорим про отсутствие этого самого единства внутри Z-каналов. И как они готовы друг другу глотки разгрызть в борьбе, х** пойми за что. Берите попкорн, усаживайтесь поудобнее, потому что сейчас мы с вами погрузимся в пучину этого противостояния, которое началось неожиданно, развивалось стремительно. И сейчас мы ждем третьего акта этого потрясающего балета. Но для начала нужно ознакомиться с первыми двумя. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, вбивайте в гугле Майкл Наки, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Все это помогает продвигать этот ролик. Ну а также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка в описании. Итак, началось все с того, что Ахмат и Апти Алаудинов заявили, что Вагнер массово идет к ним. С точки зрения вагнеровцев и провагнеровских каналах это заявление довольно крамольное. Почему? Потому что, скажем так, на излете карьеры Евгения Пригожина, перед его маршем, у него были серьезные терки с чеченским руководством, как и лично с Рамзаном Кадыровым, так и с его окружением. Бойцы группы Вагнер, точнее руководители группы Вагнер, угрожали даже третьей чеченской и реками крови. В общем, отношения были весьма натянутыми. Более того, Кадыров критиковал Вагнера за требования снарядов, а Вагнер отвечал, что кадыровские войска вообще не воюют на фронте, а исключительно снимают тиктоки. Поэтому переход, что называется, в стан врага, хоть и внутри собственной армии, частью каналов воспринимается не очень хорошо. При этом сам переход, безусловно, есть, потому что бывшие бойцы группы Вагнер это как минимум 1015 человек в России, которые вообще не понимают, что с ними будет. У них нет работы, у них нет жизни, они уже покалечены и ментально, а некоторые не ментально, и в любом случае они ищут, куда приткнуться. В Росгвардии все идет со скрипом, какие-то отдельные батальоны тоже кого-то принимают, но не массово, а Ахмат действительно вербует какое-то количество вагнеровцев. И вот, значит, стерпев, что называется, вагнеровцы в этот Ахмат тоже идут. Почему стерпев? Ну, потому что так-то Россия убила типа их главного лидера Евгения Пригожина, а все бойцы группы Вагнера, ну, просто промолчали. Грозно промолчали. Какие-то из каналов говорили, вот сейчас Вагнер поднимет голову и покажет, что нельзя убивать их лидера. Но как-то эти разговоры ушли в никуда. И бойцы типа одни из самых лучших в России, одни из самых лучших в мире, с невероятным кодексом чести и всем остальным, просто все стерпели, утерлись и пошли работать на тех, кто вообще не очень против того, что Пригожин мертв. Но это все лирика. Интересное началось дальше, когда началось противостояние уже внутри самого сеттелеграма. Основные герои противостояния Анастасия Кашеварова и блогер тринадцатый. Мне довольно сложно в этой ситуации, потому что, как вы помните, после посадки Стрелкова я говорил, что мои любимчики это как раз Кашеварова и тринадцатый. Это как брат и сестра, знаете, кого ты больше любишь, того или другого. Но здесь успокаивает то, что не люблю я обоих и обоим желаю скорейшего, ну давайте мягко, наступления ответственности за их поступки, действия и слова, а также призывы. Поэтому я вообще желаю удачи обеим сторонам, пусть они изничтожат друг друга и выйдут с максимальным ущербом и для себя, и для ЗЭП-сообщества в целом, и для российской армии, конечно. Итак, с какого поста все началось? Анастасия Кашеварова запостила в Телеграм-канале следующее сообщение. Бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в Ахмат к Апте-Алаудинову, а также подписывают контракты с экспедиционным корпусом под Минобороны за рубежом. В Сирии на днях на базу ЧВК «Вагнер» приехали представители Минобороны РФ, и большая часть ребят подписали контракты с экспедиционным корпусом, который от Министерства обороны. Зарплата те же, плюс полная социалка. Что касается Ахмата, то Вагнера всегда с уважением относились к Алаудинову и к интернациональному Ахмату, так как вместе воевали в ЛНР и освобождали территории. Поэтому и переходят в Ахмат уже массово. Зарплате не теряют, плюс возможность получить сельготы и удостоверение ветерана боевых действий. Также хороший отряд из 30 человек Вагнеров подбился в пятнашке, контракт с редутом у них. У них выплат еще не было, но говорят, что по деньгам так же. С этим не согласился блогер Тринадцатый. Сказочный пи*** пишет от «От, очень уж подходит это словочитание для тех, кто это разносит, простите». Кстати, у кого непереносимость мата, оскорблений, в том числе абсолютно нетолерантных, которые я осуждаю, оскорблений по национальному признаку, сладшейминг и все на свете, то вам лучше выключить этот ролик уже сейчас. Потому что, ну, как бы из песни слов не выкинешь. Что сказали персонажи нашего сегодняшнего ролика, то и будет. Тут уж я ничего не могу с этим поделать. Дальше продолжает блогер Тринадцатый. К ним, кроме Джамбетова, пока, если что, никто не пришел, не перевелся, так сказать. Но судя по информации, которую они продвигают, их друг-террорист Джамбетов привез им что-то забористое из Украины. Торчат всем миром, никак не отпускает. Беда. Дальше Тринадцатый перешел на формат видеокружочков, немного облегчив мне задачу. Что касается разнообразных слухов о якобы переходе бойцов ЧВК Вагнер в подразделение Ахмат, это является абсолютным фейком, потому что никакие массовые переходы бойцов ЧВК Вагнер раньше и тем более сейчас в подразделение Ахмат не совершалось. Возможно, есть какие-то единичные случаи. Возможно, кто-то из проекта К решил прийти добровольцам через Гудермес. Я хочу напомнить, что там добровольцы в Гудермесе, люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И это люди со всей России. Я не говорю сейчас про вот этот основной состав подразделения Ахмата и вот этих героев Чечни и всех прочих. Я говорю сейчас конкретно про парней, кто прошли через мясорубки Гудермес. Это раз. А бойцы ЧВК Вагнер никуда не переходят. Это является абсолютным фейком. Я сегодня разговаривал с ребятами. Никто никуда не записывается, как об этом объявляют в СМИ. И основная беда сейчас в том, что в медиапространстве Евгений Викторович им сейчас не может ответить. К сожалению. И теперь все пытаются на этом устроить какой-то хайп. И я скажу так, что мертвого льва может пнуть каждый... Вся информация о деятельности ЧВК Вагнера официальная есть только на двух официальных площадках, такие как разгрузка Вагнера и пресс-служба Пригожина. Я являюсь сочувствующим, скажем так. Вот. Поэтому веду такую активную деятельность. Не верьте всему тому, что вам пишут. Я скажу вам так. И вот конфликт начинает накаляться, потому что уже обсуждение идет не самого перехода или неперехода, а личности друг друга. Прочитал у 13-го, пишет Кашеварова, что переход Вагнеров в Ахмат это вранье. Что ж, готова сама ему показать эти, как он говорит, единичные случаи. Поехать вместе с ним и познакомиться с ребятами, которые отнюдь не кашники, а несколько лет работали в компании. И надеюсь, что он поступит как мужчина и извинится перед всеми за обзывательство. Кстати, тот самый полевой госпиталь у Ахмата помогли организовать ребята из Вагнера. Нам всем очень жаль, что самые эффективные чувака в мире сыпятся, и у Лотоса нет того авторитета и парадного веса, который был у 1-го и 9-го. А что, кстати, стало с Пригожиным, не хотите обсудить? Но неважно. 13-й отвечает, опять же, кружочком. Там какая-то неизвестная женщина, которая имеет страсть к волосатым мужчинам, предложила, у нее, кстати, есть канал в Телеграме, вот она там написала, что я, блядь, совершенно неправ, она мне предложила экскурсию в подразделение Ахмат, вот, и сказала, чтобы я извинился. Вот, извиняться я ни перед кем не буду, это раз. Во-вторых, такие экскурсии меня не интересуют. Ну, просто неинтересно. Вот эти истории про то, что в подразделении Ахмат там отбоя нету, ломятся бойцы ЧВК Вагнер, про какие-то организационные моменты, что, типа, командир, то есть Антон Лотос там с чем-то не справляется. Напомню на секундочку, это герой России, один из тех, кто входит в совет командиров ЧВК Вагнер. Никто не знает, что происходит сейчас внутри организации, но, видимо, этой женщине из Телеграма виднее. Вот. Итак, подведем итоги. Со своей экскурсией эта прекрасная женщина может идти на... с извинениями тоже. Всего доброго. И дальше продолжает. Все мои товарищи, в том числе те, кто относится к управлению компанией ЧВК Вагнер, мне подтвердили информацию на этот счет. Никакие вагнеровцы не переходили в Ахмат, как это происходит во влажных фантазиях чеченских тиктокеров, а те два с половиной, как сказал коллега из Грейзон, которые якобы все-таки перешли, они никакого отношения к компании больше не имеют. Так что все те, кто утверждает, что сотрудники ЧВК Вагнер переходят в Ахмат, может смело закрывать свои поганые... ...чечники... Вот кто вы. Дальше 13-й начал сообщать широкой общественности, что с ним уже лично на контакт вышли некоторые представители Кашеваровой. Произошла некая неприятная ситуация вот с этой самой журналисткой Анастасией Кашеваровой. Писал мне чувак, который представился ее мужем, сотрудником компании. Сотрудником компании, который ломанул в Ахмат. Я ему объяснил, что он теперь не сотрудник компании, если он пошел в Ахмат. Он не хороший человек. Он мне предлагал там всяческие встречи и все прочее. Я ему сказал, что как бы, ну, вот эти свингер тусовки, он может оставить для своей супруги и их волосатых друзей из Грозного. Но он сделал очень неприятную вещь. Он в каком-то чате ввел в заблуждение других сотрудников компании о том, что якобы я как-то дискредитирую компанию и руководство компании. Все, кто меня знают, прекрасно понимают, что этого просто не может быть. Потому что даже все видео вот на фоне этого прекрасного флага происходят. Вот. И мне написало сегодня, наверное, человек 8 на рабочий аккаунт, ребята из компании, воевавших. И они, вот этот человек их ввел в заблуждение, они, естественно, так сказать, ну, возмутились. Начали мне писать. Когда начали разговаривать, начали понимать, что их ввели в заблуждение. Вот. Я просто остальным, кто вдруг мне захочет написать, начать свой разговор с типа что-то... Эй, ты... Давай встретимся на... Я просто вам хочу всем сказать, что уже троим людям, вот кто мне написал так, кто не понял вообще меня, не захотел со мной разговаривать, а продолжал диалог в таком ключе, я просто объяснил, что я могу позвонить одному человеку из компаний, и они, как сотрудники компании, потом пожалеют о том, что они сделали. Поэтому, братцы, думайте, пожалуйста, головой, когда вы что-то творите. И камнем преткновения во всей этой ситуации стало то, что в интернете массово разносят дезинформацию о том, что сотрудники компании ЧВК «Вагнер» массово переходят в «Ахмат». На самом деле это не является правдой, потому что они даже путаются в показаниях. Рамзан Ахматович сегодня заявил, что 170 человек перешло. Вот этот муж-любовник, я не знаю, кто у нас, Анастасия Кашеварова, и мне сказал, что 500 человек перешло. Короче, в цифрах на сегодня они определиться не могут. Вот. Как определяться? Пусть напишут. Ничего, еще раз подчеркну, вот большими буквами, ничего плохого про сотрудников компании я никогда не могу сказать. Потому что, ну, очевидные вещи, вы понимаете, да? Вот. И ничего плохого никогда не скажу про ребят из Гудермеса, кто, точнее, добровольцы, которые идут через Гудермес, через Российский университет спецназа, люди разных национальностей и вероисповеданий защищают Родину. Это их выбор, они красавчики. Вот такие все. После этого он продолжает. Оказывается, есть все-таки те, кто перешел из ЧВК Вагнер в Ахмат. Я все выяснил. Начальник штаба одного ШО, человек в интернете малоизвестный, компанию предал фактически за деньги. Еще и увел туда небольшую группу людей, их меньше 50 человек из 25 тысяч бойцов ЧВК Вагнер. Данные я, кажется, публиковать не буду. Отложу, так сказать, на потом. Он их потом опубликует. По гражданке у этого человека была кличка Мышь. Но позывной он выбрал себе очень грозный, чтобы скрыть за ним свой комплекс неполноценности. О нем сообщу после. Из смешного то, что этот самый Мышь является любовником одной известной журналистки, которая сейчас занимается пиаром Ахмата. Что бы сделал с ним Евгений Викторович Пригожин, будь он жив? Ответ очевиден. И дальше три кувалды, намекая на то, что ему проломили голову. Вы думаете, я это называю угрозами жизни? Нет, они пойдут дальше. Кстати, Мышь относится к той мерзкой категории людей, которые, являясь русскими от рождения, косят под нерусских. Но получается смешно, потому что используются собирательные образы. Ваххабистская бородка, красные макосины, наигранный акцент. Думаю, это из-за невысокого роста и комплекса неполноценности. Неудивительно, что он сбежал туда, где его любят, ценят и ждут, как новую любимую жену-чернильницу. Такие люди компании явно не нужны. Да и вообще удивительно, как эта чернильница там оказалась, да еще не такой должности. Суждаю, так сказать, лексику. Особенно в день народного единства, кстати говоря. И вот Кашеварова уже отвечает более развернуто. Сначала про ЧВК Вагнер. Расклад про ЧВК Вагнер, пишет она. Часть 1. После того, как определенные лица возмутились тем, что ребята из ЧВК Вагнер переходят в другие структуры, я как журналист хочу рассказать, что происходило и происходит по фактам. Выводы вы делаете сами. После 24 июня похода Вагнеров на Ростов и Москву компания была лишена госфинансирования и покинула зону СВО. Президент России провел встречу с командирами ЧВК Вагнер, после которой президент дал понять, что никаких гонений на Вагнеров не будет. Им было предложено выбрать Седого Трошева как начальника, а Пригожин лишился ряда своих активов и доходов. Евгений Пригожин сконцентрировал свое внимание на африканских проектах. Тем более, что компания зарекомендовала себя как лучшая ЧВК в мире. И хотя Минобороны давила на власти стран Африки и вытесняла Вагнер, все же Пригожин сохранял присутствие компании в этом регионе благодаря личным связям и авторитету. Что касается личного состава ЧВК Вагнер, часть уехала на африканские, сирийские и белорусские базы, а остальные были отправлены в бессрочные отпуска. В момент марша Вагнера часть ЧВК отказалась участвовать, в том числе и Трошев Седой. Трошеву впоследствии отдали базу музыкантов в Молькино. К нему перешли ряд Вагнеров. Затем произошла трагедия и гибель всего руководства ЧВК Вагнер. Компания оказалась обезглавной. А можно узнать, как именно она произошла, товарищ журналист? То есть, не скрою, все предыдущее, да, плюс-минус похоже на то, что было. Но вот эта трагедия, она как произошла? Сама собой или что? Может быть, вы, уважаемая Анастасия Кашеварова, не какая уважаемая, ладно, Анастасия, может быть, он действительно кокаином обнюхался и гранатами жонглировал, как считает президент Путин. Согласны вы или нет? Можно увидеть какие-то выкладки вашего издания или ваши личные по поводу того, что произошло? Ну, вы же говорите, это трагедия, правильно? Надо расследовать трагедию, узнать, что там случилось, нет? Не хочется? Понимаю. Это стало ударом и деморализацией духа. То, что мог удержать Евгений Пригожин своим авторитетом, сложнее для его правоприемника, Павла Пригожина, сына, хоть и весьма одаренного, но молодого мужчины, не имеющего такой политический вес, как отец. Компании не понимали, что будет дальше. Выплаты тех, кто находился в Беларуси, были сокращены. Работы, как таковой, для несколькотысячного контингента не было. Кто-то также был отправлен в отпуск, кто-то принял решение уйти. Через несколько недель после гибели руководства ЧВК «Вагнер» состоялся совет командиров, на котором было решено, что командиром бригады становится Антон Лотос Елизаров. Часть командиров, опять же, решила покинуть компанию по личным мотивам, так как не захотела работать под его руководством. В этом случае только сами мужики знают, что и почему, это их личные мужицкие разборки, я сюда не лезу. Как не лезет и в то, как убит Евгений Пригожин. Но неважно. При этом Лотос и Павел Пригожин провели ряд встреч, чтобы сохранить ЧВК «Вагнер». Одна из встреч была с руководством Росгвардии. Согласно предварительным договоренностям, компания становится монолитным подразделением Росгвардии. Я об этом писала первое. Сейчас эту информацию дают паблики, смежные с ЧВК «Вагнер». Только вопрос в том, что предварительные договоренности есть, но политического решения пока нет, а также нет и госфинансирования на это. Так как вхождение ЧВК «Вагнер» как спецподразделение Росгвардии усилит Золотова, а чье-то усиление всегда чье-то ослабление, и у этого решения есть свои противники. Поэтому политическое решение должно исходить от главы государства, но, как я понимаю, его пока нет, так как оппоненты Золотова также имеют доступ к первому лицу. Время идет. Компанию, к сожалению, трясет, ведь многие музыканты хотят воевать, и они не понимают, стоит ли ждать или нет. Ведь в Сирии уже подписали часть «Вагнеров» контракта с экспедиционным корпусом, который под Минобороны РФ. И это факт. Кто утверждает обратное, либо не владеет информацией, либо просто оберегает ЧВК «Вагнер» от распада. И это невозможно быть от них отрешенными, тем более самим бойцам. Поэтому музыканты поставлены перед выбором. Либо сидеть и ждать, а многие без зарплаты, смотреть, как другие бьются на СВО, а ты в это время отрешен от дела, не участвуешь в защите Родины. И даже непонятно, вернут ли эти политики «Вагнер» на фронт или нет. Либо идти на фронт. И ребята, отдавшие много лет, кто пять, кто семь, кто девять, компании выбирают для себя вернуться на фронт. При этом они идут в структуры, которые хоть и под Минобороны, и МВД, ДНР, но имеют некоторую субъектность. Редут Ахмат Каскад. Пятнашка. Поэтому все те, кто говорят, что ребята-предатели, люди, не разбирающиеся в ситуации, просто бесстыжие и тыловые хари, которые пиарятся за счет чужой славы и наград, а сами себя ничего не представляют. Расклад, надо сказать, похожий на правду, но нас сегодня интересует. Не он, нас интересует, что будет дальше. А дальше появляется вторая часть поста Кашеваровой. После того, как некто тринадцатый, у него и канал, так называется, оскорбил ребят из Ахмата и Вагнера, грязно откомментировав слова Абтия Лаудинова, что музыканты приходят в Ахмат, назвав их предателями, и начал разжигать межнациональную рознь, я решил разобраться, что это за человек. Слово «человек» взято в кавычки. Мужики разберутся сами, но я не хочу, чтобы этот человек продолжал обманывать людей своим псевдогероизмом и ходить на свободе, так как он мошенник и представляет опасность для общества. Первое имя. Гузенко Егор Викторович. Года рождения. Надо же, младше меня. Семью трогать не буду, для меня это святое, и они не виноваты, что он... Ни в одном подразделении не числится, на передовой никогда не был, собирает деньги на свои карты, на гуманитарную помощь пацанам, а отчитывается чужой гуманитаркой. В 2017 году был в Вагнере. Недолго, половину командировки. Никогда не был штурмовиком, охранял палаточный городок в тыловой зоне, а потом рассказывал, что где-то бился Рэмбо комнатный, подставил ребят из Вагнера и предал компанию за бабки, продав секретные видео из Сирии зданию Фонтанка. И у меня есть переписка музыкантов с этим. В 2015 году пытался протащить гранату на территорию РФ с территории Украины. Был задержан. В 2016 закидаловое вранье, был избит в родном городе. В 2016 же угнал автомобиль Лады Гранта. Был арестован. В 2021 году стрелял в трех ребят в Питере в нетрезвом виде. Одному был произведен выстрел в лицо, в упор. Был арестован, отправлен под домашний арест. Сбежал из-под домашнего ареста в зону СВО. Находится в международном розыске. Кстати, в день стрельбы он был на презентации книги Владлена Татарского. Размахивал там ножом, потом пистолетом. Получил в тарельник от ополченцев. Был посажен насильно в такси и отправлен домой. Но до дома, как мы уже знаем, он не доехал. Это не первая его стрельба. В 2018 году он также стрелял в людей из газового пистолета. 4 октября этого же года пересек пропускной пункт ДНР некто Песоцкий Владимир Васильевич, уроженец Сумской области, пропишенный в Луганской области. По фото это был Гузенко Егор Викторович, наш комнатный Рэмбо, который, вероятно, пользуется поддельными документами, так как находится в розыске. ФСБ стоит проверить эту информацию. Егор Гузенко очень любит фотографироваться с героями-ополченцами, с героями СВО и с чужим оружием. Неталантливый мистер Рипли выдает себя за того, кем не является, вводя массу народа в заблуждение. То к Вагнеру примазывается, то к ополчению, то врет, что под защитой ФСБ, то прям президента хвалит и других, чтобы ему... Создает из себя образ героя. Нет постоянной работы. Долгое время собирает деньги на свои карты. То друг больной, то гуманитарная помощь. А сам и предатель. Как вам? Здорово? Мне кажется, очень. Что из этого правды, что нет, сказать сложно. Скорее всего, по большей части правда, потому что в дальнейшем Акашеварова будет предоставлять некоторую информацию, которая будет подтверждать те или иные слова. По крайней мере, по заведенным уголовным делам правда, по поддельным документам правда, и даже, судя по всему, по истории с Фонтанкой тоже правда. Как же 13-й на это реагирует? Поначалу он решил отшущиваться. Если Драга неизбежно, бить надо первым, делает он пост в своем канале незадолго до второго поста Акашеварова и прикладывает на фото скриншот с камеры видеонаблюдения, на котором он, как пишет, элегантно вызывая оппонента к вежливости. Ну, этот скрин потом запостила Акашеварова. То есть, судя по всему, он узнал, что готовится какой-то пост или собирается информация, решил, так сказать, сыграть на упреждение. Затем он публикует следующий пост уже после того, как пост Акашеваровой вышел. Лучшая реклама в мире. Я даже комментировать не буду. Здесь прекрасно все. Комментировать он будет. И комментировать он будет много. Это, наверное, самая ошибочная в стратегии 13-го, потому что, если уж ты решил не комментировать, не комментируй. Если решил комментировать, комментируй. Если решил дурковать, дуркуй до конца. А если ты то комментируешь, то не комментируешь, что-то опровергаешь, что-то не опровергаешь, где-то дуркуешь, где-то говоришь серьезно, то позиция твоя выглядит весьма специфично. Итак, тринадцатый пишет дальше. Классный был денек. Помню, как сейчас. Данила этот в этой компании арабов был переводчиком, а я кума из Сирии встретил. Выучил несколько прикольных фраз, больше всего понравилось его сочетание салам, а переводчик мне сказал, что у меня хорошее произношение. Спасибо, Настюх. Реклама на все деньги. Далее он уже более подробно рассказывает о приведенной Кашеваровой информации. Я сразу вам скажу, чтобы не было между нами недомолвок. Вот этот высер от Кашеваровой, которая не знает, кому уже себя продать подороже, это минимум смешно. Во-первых, правдой из этого всего являются лишь фамилии моих потерпевших. Цугунян, Сефулдин, Фархад. Прекрасные ребята, но я на самом деле поржал, есть что вспомнить. В 2012 году я принял присягу, службу начал в 247-м полку. В самом начале конфликта на Донбассе воевал в составе оплоты и 11-й бригады «Восток». Участвовал в событиях в Углегорске и Дебальцевской операции. Недолго послужил в 05525, 25-й полк спецназа ГРУ. Но это просто короткие зарисовки из моего личного дела. Но в целом молодость была у меня веселая. Анастасия собрала далеко не все, скажем прямо. Свой послужной список, пожалуй, расписывать не буду. На сегодняшний день Настя является пиарщицей Кадырова и по совместительству любовницей Петренко Сергея Геннадьевича. Позывной Граниточ, он же по гражданке Мыш, бывший начальник штаба 13-го штурмового отряда в ЧВК «Вагнер». Он сбежал в Ахмат, прихватив с собой часть бойцов. Сотрудником компании после этого поступка он не является. А я в очередной раз чернильницам наступил на хвост. Вот они и пытаются расследование на коленке лепить. Там Анастасия пишет, что я развиваю национальную рознь. Так вот, компания ЧВК «Вагнер», ее основной состав собирался из людей, прошедших Чечню. Девятый, Ратибор, Бродяга. Из людей, которые окончательно разочаровались в Министерстве обороны Российской Федерации. Идейных людей. И Ахмат в этой самой компании является некоторым табу. Вдруг кто не в курсе. Чернильница Кашеварова и перебежчик из компании по фамилии Петренко ныне сожительствуют. А мне совершенно случайно удалось узнать все подробности. Вот ее и выворачивает на эту блевотину. На фото наш мышь Петренко, собственной персоны. Ваххабистская оборотка присутствует. У меня там еще всякое есть, но я эту информацию лучше отдам тем, кому она нужнее. Ну и да, я думаю, вы понимаете, что бы сказал первый, глядя на это. ПС, одна беда, придется менять оперативные документы. Думаете, это все? Ответил и замолчал. Конечно нет, ребята, там такая Санта-Барвара вообще дальше будет разворачиваться просто. Я вам завидую, что вы еще этого не видели и увидите впереди. Дальше он записывает несколько кружочков. Он вообще любит формат кружочков. Ну, у Пригожины были голосовухи, здесь кружочки, кружочки, наверное, даже удобнее. Анастасия Кашеварова за деньги пытается раскрутить пост с вот этой вот лживой информацией обо мне. Я вообще, если честно, немного удивлен. Откуда бюджет на такую рекламу? Вы можете, Анастасия, обратиться ко мне. Мои администраторы обязательно вам сделают скидки. Не нужно будет покупать репост за 45 тысяч рублей. Интересно, каким путем нажиты эти деньги. Я честный человек. Кто-то там мне что-то про сборы говорит и все прочее. Вот у меня есть только то, что на мне, вот моя одежда, мой телефон, вот, и несколько личных вещей. Все. На мне никакого нет ни имущества, ничего. На моих близких нет никакого имущества. У меня нету ничего. Даже наследство какого-то. Вот. Что не могу сказать о вас, Анастасия. Вот. Поэтому желаю вам всего доброго. Я еще прошу прощения. Выгляжу достаточно усталшим. Это от, так сказать, навалившейся работы. Вот. В отличие от бездельников, мы занимаемся делом. Вот. Поэтому всем хотим напомнить о том, что справедливость однажды восторжествует. После Кашеварова вновь публикует пост. Ни на один приведенный мною факт не было ответа. Ни на то, что находится в розыске, ни по поддельным документам, ни про угон машины, ни про расхищение средств на гуманитарку, ни про продажу фото и видео, которые подставили под угрозу жизни русских бойцов. Ни про то, за что его били ополченцы Огнеборец, Бабка и другие. Ни ответ, где же и что он штурмовал, и почему его выгнал Север. А только лишь жалобы, чтобы защитили другие. А мне понравилось еще, когда это все происходило. И пост этот появился. Там Алексей Ковалев в своем канале телеграммном написал. Я уже, говорит, перестаю понимать, что происходит. Появились какие-то Бабка, Огнеборец, Север. Да. Но это довольно забавно, да. Это их, значит, клички. Видите, как у них все по кличкам. А только лишь жалобы, чтобы защитили другие, пишет Кашеварова. Я не защищаю голословно и не обвиняю. Не прошу никого меня защитить или на кого-то напасть. Я справлюсь и в одиночку, потому что работаю всегда по закону и по справедливости. Для меня религия и национальность человека не важна. Человек может знать Библию и Коран наизусть, но быть неправедным. И мне много пришло от людей дополнительной информации по преступлениям этого самого 13-го. Оказывается, я нечаянно вскрыла такой нарыв, что гной его хречет во все стороны. И мой пациент боится правды и просит всех помочь. Я дополню свое расследование и выключу уже полный пакет. Не надо дурачить россиян. А россиянам надо думать своей головой. Смотреть только на факты, а не на жалобы и красивые слова. Не давайте собой манипулировать. Мне не впервой вставать одной за правду. Таков мой путь и моя профессия. И я прошу ни русских, ни чеченцев, ни бурятов, ни адыгов, ни евреев не вмешиваться. Я его одна раскатаю. Сколько я ворующих губеров и чиновников укатала. Сколько боролась с нашей вшивой несистемной оппозицией предателей. Мне не привыкать к хейту. Все документы и показания будут переданы в силовые структуры ФНС и Росфинмониторинг. Честно говоря, где была борьба Кашеваровой, я не знаю. Я пристально слежу за российской политикой с 2015 года. С момента начала работы на Эхи Москвы. А с 2011 года, собственно, учился на факультете политологии. Кашеварова всегда считалась человеком при ком-то. Она была при Володине сначала такой. Ну, фактически при службе. При Кадырове была. У нее был вот этот помоечный Дейли Сторм, который никто никогда не читал в жизни. Вот, поэтому с кем она там что боролась, я не очень понимаю. Но Кашеварова, которая за правду о расследовании по убийству Пригожина-то будет? Будет появится что-нибудь по ужасной трагедии? Нет, не появится то-то же. Поэтому не надо вот эти ваши личные разборки, пытаться делать вид, что вы с кем-то за какую-то правду боретесь. Но мне очень нравится. Продолжайте. И вот продолжает уже тринадцатый. Гуманитарные предъявы. Ну, понятно, что вопрос с гуманитаркой, он вообще в этом конфликте один из самых важных. Почему? Потому что чем больше денег вертится в этой сфере гуманитарной помощи российским солдатам, стороны добровольцев там, ну, хотя сейчас добровольцы уже те, кто записывается, надо уже по-другому их как-то называть, да. Значит, короче, там предъяв много. Все друг другу предъявляют, что меня очень радует. Предъявляет Витязева Монтян, Соловьев еще кому-то. В общем, начался такой биф за ресурсы, за возможности, за гумпомощь. Это классно, потому что моя вообще голубая мечта, чтобы весь этот поток российской помощи на фронт, он оборвался. Потому что действительно Министерство обороны России мало чем снабжает людей. И действительно многие, к сожалению, вот эти Z-каналы и всякие сообщества, они собирают деньги, отправляют дроны, отправляют обмундирование, экипировку, тепловизоры и много чего еще. Я надеюсь, что это прекратится. Ну и верной дорогой, так сказать, идут товарищи. И поэтому первым делом 13-й, конечно, отвечает про гуманитарку, так как это вот в этой их иерархии, это одно из самых серьезных обвинений в разворовании гуманитарки. Там было уже несколько бифов на эту тему. Но опять же, я их особо не касался, потому что я боюсь спугнуть это все. То есть побыстрее бы они, ну, они уже начали сжрать друг друга, но чтобы они сожрали, чтобы вся гумпомощь, она была под государственным контролем, чтобы нельзя было волонтерить. Очень надеюсь, что к этому придет. Ну, в данном случае уже бессмысленно как бы это не обращать на это внимания, потому что здесь уже конфликт так, коготок так увяз, что он никуда не денется. Гуманитарные предъявы с чужими видео были сделаны горе-журналистами на основе анализа этого фейкового канала. Тут он пишет про какой-то канал, дает ссылку, которая тоже называется 13-й, и там какие-то посты. К нам он не имеет абсолютно никакого отношения. Всю информацию о работе данного канала мы ранее передавали в ФСБ. Так называемые журналисты даже не потрудились реально разобраться в ситуации. Видеоотзывы нам записывают не актеры Гитиса, а настоящие герои, некоторые из которых на сегодня, к сожалению, погибли в бою, как и один из наших администраторов, РУС. Наша деятельность направлена исключительно на то, чтобы этих потерь было меньше. Имейте совесть, журналюги, и бог вам судья. Каждый раз, когда вам кажется, что фраза какая-нибудь подходящая для конца дискуссии со стороны того или иного участника, знайте, это вряд ли последняя. И, конечно, вновь появляются кружочки. Там такой их поток был огромный, был, что я все не буду пересказывать. Вот несколько просто для, так сказать, ознакомления. А те средства, которые купленные журналисты тратят на черный пиар, лучше бы потратили на что-нибудь полезное. Не знаю, ну, пацанам коптер хотя бы купили. Уже нормальная история. Из всех тех предъяв, которые нам поступили вот за сегодняшний день, правда, являются, наверное, только имена и фамилии потерпевших в разных делах, которых журналистка Кашеварова ласково называет ребятами. Так вот, из этих ребят на сегодняшний день, вот из потерпевших по моим уголовным делам, один в розыске за педофилию, один сидит за наркотики, а третий скончался от передоза. Это я еще не рассказываю о других потерпевших, там, о двух иностранных подданных Сирийской Арабской Республики и сына депутата из города Ставрополя. Но это отражено в тех скриншотах, которые она выложила. Короче, скажу проще. Чего-то скрывать, о чем-то жалеть и переживать, ну, не о чем. Когда ты идешь и вляпываешься ногой, ты не несешь его с собой, чтобы воняло в палатке. Ты его вытираешь об траву и идешь дальше. Поэтому, братцы, всего доброго, хорошего и светлого. Я же вам обещал, тем более, все, без всяких скандалов. А все враги, так сказать, за все свое однажды получат. Справедливость наступит. Но дальше лучше. Дальше к этому всему начали подключаться другие персонажи. Судя по всему, Кашеварова, и здесь я как раз не удивлю, она действительно начала раскидываться деньгами в разные телеграм-каналы, чтобы они распространяли ее пост про 13-го. Потому что действительно большое количество каналов, если самому посмотреть и пробить, значит, какие-то известные, неизвестные, мелкие, не мелкие, просто репостят, значит, этот пост. И количество таких каналов большое. Но начали подтверждать и другие, собственно, каналы, что действительно кто-то предлагает деньги за то, чтобы расшаривать пост Кашеваровой. Начали подключаться другие каналы из вот этой вот орбиты 13. В целом, вот Иван Филиппов недавно, который ведет канал на Западном Фроде без перемен, делал некоторую классификацию Z-каналов. Но для базового понимания есть верхушка. То есть Пегов, Сладков, Рыбарь, вот это все. Они довольно тихие с точки зрения какой-то критики и вообще действий. Очень обдумывают свои слова, потому что им уже и люлей давали, и пугали, значит, уголовными делами. Помните, была громкая история. И Путин с ними встречался, чтобы повысить их лояльность. В итоге они стали совсем тихими, их почти никто уже не читает, не так все это интересно. Ну, кроме каких-то отдельных историй. Например, Рыбарь и Херсонская область, там Плацдарм ССУ. Или, например, Пегов, который в своих сводках начал все чаще признавать, что Россия теряет сильные позиции. Тем не менее, эта верхушка, она аккуратно все делает. Достаточно рекламирует фенкин КВД, зарабатывает деньги и нормально себя чувствует. Но есть каналы пониже, которые начали плодиться, как грибы после дождя. Есть каналы на 300-400 тысяч подписчиков, на 200 тысяч подписчиков, все такое. И вот есть отдельные такие кластеры каналов, которые довольно близки к фронту с точки зрения физического нахождения. Эти каналы могут позволить себе чуть больше, потому что их физически сложно достать. Ты, чтобы прийти арестовать, нужно прийти арестовать. Часть из этих каналов, например, мы с вами обсуждали, когда была история с 205-й бригадой, когда их неплохо припугнули. После чего они начали писать, что все поправилось, все наладилось, все очень хорошо теперь. Тем не менее, в орбите этих каналов они восприняли все происходящее как очередной накап на себя. Вообще там постоянно все друг на друга накатывают, и поэтому есть такой глобальный страх у них у всех, что в какой-то момент их всех закроют, посадят и еще что-нибудь с ними сделают. И вот пишет Роман Алёхин. Очередной накат на независимых военкоров-волонтеров от людей, которые сильно меняются с ходом СВО, потому что меняется конъюнктура. Сейчас идет накат на 13-го. Сложно винить тех, кто ищет выгоды, потому что сильный характер – это черта редкого человека. Сильный характер – это не про то, чтобы поднимать громкие темы, а про то, чтобы идти до конца, не меняя свое мнение только от того, кто сегодня тебе друг или кто тебе сегодня создает комфортные условия жизни. Многие, кто раньше хвалил гений героев России Евгения Пригожна как управленца бесстрашного правдороба, а также Дмитрия Уткина как командира боевого подразделения, сегодня пытаются забыть все, что было, потому что раньше были надежды на то, что от этого будут бонусы, а сейчас это стало, как выражается в их тусовке, не комильфо. Но так к героям нельзя относиться, потому что это отношение к родине. И, пожалуй, гораздо честнее и храбрее было сделать как разного рода Галкины, чем мягко и незаметно предавать героев, пытаясь предать их забвению. Есть такая стратагема – вытаскивать поленье из очага. Это как раз про это. То есть, вытаскивая поленье, очаг затухает. Из-за этого и важны все эти заявления о том, что куда-то перешли 170 вагнеров, куда-то 200. Вроде это мелочь, если учесть, что вагнеров десятки тысяч, но каждое заявление – это полено, вытащенное из очага. Что касается 13-го, то он не предавал Вагнера, не предаст, потому что ему не за что держаться здесь. У него нет собственности, не маячат перспективы на экранах политики и т.д. А есть только Родина, и, скорее всего, у него есть с собой граната. Та самая для себя. Как и в уголовке, обвинять его было глупо, прочитав только сводки, не разобравшись. У него не было взяток в статьях, он не избивался за заключенных, он не организовывал переворотов, а просто защищал свою честь и честь своей Родины от мразей. Но, к сожалению, у нас самозащита и открытая защита Родины приводят к уголовному преследованию защитников. Я бы рекомендовал все же нападающей на 13-го стороне остановиться, как и говорил уже про конфликт вокруг волонтерской помощи, который раздули госпикеры. Нельзя этого делать во время войны. Просто остановиться. Я не называю фамилии, потому что слабость осуждать нельзя, не побывав на месте этого человека. Почти каждому есть что терять. Это не считая, что многие продаются за деньги и просто вопрос цены. Но даже если не за деньги, то 99,9% людей можно купить иначе или запугать. Если мы начнем кого-то обвинять, то это так же, как публиковать сводки, не вникнув в реальную ситуацию отношения к ней того, кого обвиняешь. Ну, тут надо сказать, что все они... Как же сам 13-й, фашисты и убийцы, и по всем ним тюрьма плачет. А так, как видите, вот дискуссия идет. Выступил и канал Угольный с интересными подробностями. Просто опубликовал довольно невинный скриншот, где сказал, кому-то предлагают 150 тысяч, а мне всего 20 тысяч. Унизительно. Речь на скриншоте идет, что у него пытались купить рекламу как раз с перепостом вот этого поста Кешеварова, а также написать еще какие-нибудь посты уже от себя. И он возмутился тому, что так мало денег предлагают. Потом ему тот же аккаунт предъявил за публикацию переписки. И он опубликовал еще один эпизод этой переписки, где ему уже угрожают. Важное уточнение, пишет он, экс-бойцы чувака Вагнер, перешедшие в Ахмат, вернувшиеся на фронт герои. К ним, как и к другим экс-бойцам Вагнера, перешедшим в другие подразделения, претензий нет. С них, наоборот, нужно брать пример. Я не одобряю действия 13-го и другой присухи Вагнера по их очернению. Мужики как раз-таки сделали правильное решение, впервые с мая 2023 года. Однако весь этот медиа-цирк с заказухами и так далее мерзость, тем более за такой унизительный ценник. И так топорно, по-хамски. Дальше уже третий пост по поводу угроз. Ну, в общем, какие-то таланты продолжают мне угрожать за публикацию их паршивых, нечестивых, недостойных деяний. Это буквально за гранью. Необходимо восстановить институт репутации, разобраться, кто у нас герой, а кто у нас. Черт, буквально банкует за счет того, что их никто не осаживает. А для меня это уже личный момент. В общем, сейчас мы будем все пробивать и отправлять им приветы, чтобы неповадно было. Для этого необходим определенный бюджет. Так что буду благодарен за инвестицию в геноцид. И дальше он оставляет свой счет. Дальше Романов Лайт публикует свой пост. Дополню, товарищи Романа Алехина и Алексея Суконкина. Коллеги маякуют, что за репост вброса в 13-м предлагается ценник в 100-150 тысяч рублей. Самое интересное, что репост взял один из каналов, который ведет противник, но он мимикрирует под наш. Таким образом, если действительно была опроводка денег, это прямой факт спонсирования в СУ. К обсуждению всего этого подключается и 13-й со своими кружочками. Самое интересное, что на эту пиар-кампанию против меня уже было потрачено около полумиллиона рублей. Как мы считаем? Откуда мы это понимаем? Во-первых, многие администраторы телеграм-каналов, у кого есть совесть, они не стали брать эту информацию на репост за деньги. Но у них есть определенный прайс. Нам есть с чем сравнивать. Мы сравниваем с прайсами других каналах. И те каналы, у кого этот репост вышел, они немножечко, так сказать, делают одну большую ошибку, которая их всех, собственно, и сдала. Я вам раскрою секрет. Все репосты вышли в одно время. Они вышли в одно время, там, ну, некоторые с парой минут, там, в тройку разницы. Но это уже человеческий фактор. И суть в том, что тех, кто взял деньги, мы тоже запомним, как бы. Ну, я думаю, что такие пассажиры, в случае чего, даже родину продадут. Летом мне предлагали деньги за негативную статью о Шойгу. Вот, там было расписано, что конкретно я должен был сказать, и т.д., и т.п. Все это, конечно, было похоже на подгон статьи о дискредитации. Но, несмотря на все мое отношение к Шойгу, на все то, что я могу сказать, в принципе, бесплатно, ни за какие деньги, и говорю постоянно, что я о них, о всех там думаю, никаких денег я не взял. Ну, просто потому что. Потому что я честный человек и готов вести борьбу честно, а не так, как это делают по ту сторону, так сказать, баррикад. Даже покупают рекламу в тех сообществах, которые фактически являются подконтрольны ВСУ. Пусть потом не удивляются, когда к ним придут домой дяди в одинаковых ботинках. Заметьте, когда я об этом предупреждаю, так и происходит. Дальше он пишет, введем список ИУД. И из ТГСТАТа прикрепляет статистику, значит, какие каналы репостнули. Некоторые, конечно, совсем удивили Пиштон. Ну да ладно, я знаю, что делать. А еще открою маленький секрет для администраторов крупных телеграм-каналов, кому предлагают эту дичь. Те средства, которые они используют на эту пиар-компанию, это явно черный нал, так сказать. И ни о каких налоговых декларациях можно даже и не говорить. Более того, эти же деньги откуда-то взялись. То есть, соответственно, сумма достаточно большая. Можно было купить даже коптер с тепловизором, такой прям крутой. Вот, какой-нибудь 30 мая. Но, видимо, они посчитали, что вот это вкладывание денег в стремную рекламу – это перспективные вложения. Ну, такое ощущение, что кто-то освоил бюджет журналистов. Я думаю, там разберутся. Вот. Ну, в общем, я объяснил легкость этой схемы. Деньги можно получить, договоров никаких нет. А дальше по накатанной. Дальше у Кашеваровой. Кашеварова наносит ответный удар. Появляется репост с какого-то канала Натальи Ехим. Я не знаю, кто это такая, судя по описанию, какая-то из вот этих волонтеров. Вы скажете, Майкл, как же ты не знаешь? Ты же вроде за Z-каналом следишь. Ребята, их очень много. Их десятки, если не сотни. Их не десятки. Особенно, если мы говорим про мелкие. Я слежу только за теми, где действительно есть какое-то понимание войны, где есть какие-то, собственно, истории, связанные с войной, которые ведут верифицированные люди, которые ведут какие-то военкоры. А вот эта вот вся Z-вселенная, она гораздо больше, чем вселенная Марвел. И обращать на нее всю внимание вообще не надо. Ну, вот что пишет Наталья Ехим. Собственно, и что репостит Кашеварова. Друзья, честно скажу, я немного... ...егора, когда он начал гнать на вагнеровцев, которые пошли воевать за родину в другие подразделениях. Среди этих вагнеров мои близкие люди, которые брали не только Бахмут, мои братишки и друзья. До этого я была в ступоре, когда Егорку начала качать из стороны в сторону во время марша вагнеров на Ростов и Москву. Свои позиции лично я никогда не скрывала, не буду. Я поддержала марш, как могла. Настя, кстати, тоже не скрывала свои позиции на тот момент. И была против. Я тогда на нее наехала, все это помнят, но это вызывает у меня уважение больше, чем ерза негалимая. Егор же определился уже только тогда, когда типа уверовал. Кстати, Егора знаю давно. Грела его, как могла, когда тот в тюрьме сидел, людей под него подрывало и т.д. Сейчас, когда для компании настал реально тяжелый момент, Егор решил выебнуться а-ля своими познаниями о том, сколько и кого куда перешло, оскорбил людей на национальной почве, обвинив в предательстве тех, кто в компании явно не херен не продал. Егорышка, я, конечно, понимаю, что ты, пиздатый парень, все знаешь, умеешь манипулировать людьми, войти в доверие и т.д. Но разрушать ЧВК Вагнер, как цельную компанию, между собой бойцов компании, нагнетать вражду на национальной почве, оскорблять моих близких я тебе не позволю. Евгений Викторович Пригожин сказал при жизни одну фразу, шикарную, видимо, для таких, как ты. Кстати, что случилось с Пригожиным? Может быть, знает Наталья Хим? Может быть, она сможет ответить на этот вопрос? Ну, вроде нет. Евгений Викторович Пригожин сказал при жизни одну фразу, шикарную, видимо, для таких, как ты, идиотов. Но ты это не смог запомнить, ибо звездная болезнь затмел твой мозг. Цитирую для меня крупным шрифтом. Нет никакой вражды между бойцами Министерства обороны и бойцами ЧВК Вагнер. Есть интриганы, а все остальное ведет только к победе. И именно он, Евгений Викторович, лично для меня авторитет. Именно его словам, которые он явно сказал, не просто так, я буду следовать, в надежде, что он жив. А знает кто, который пытается на максималках хипануть на любую удобную теме? Настя. И там дальше, оп, как это называется, большой палец вверх, работаем за клоуны. Спустя какое-то время еще, вы можете, я понимаю, что может быть сложно с хронологией самого конфликта, он разворачивался с прям конца октября, типа вот до позавчерашнего дня. То есть, буквально 5-6 дней все вот это нагнеталось и будет нагнетаться дальше. Я надеюсь, проблема с 13-м заключается в том, что он просто невероятным количеством постов. Ну, то есть, там постоянно и финкин КВД, и какие-то рассуждения про Израиль, и что-то про Дагестан, и там на каждой по 15 постов. Там сложно вообще с этой хронологией, но я более-менее попробовал ее выстроить. Так вот, дальше 13-й отвечает уже по поводу Владлена Татарского. Коли уж кто-то заговорил о уже обросших легендами моих разногласий с Владленом Татарским, то скажу следующее. Тот самый конфликт между нами в Листве произошел из-за недопонимания между нами, и я был, скажем, прямо неправ, что я, собственно, признаю и не отрицаю. Ту потасовку даже сложно назвать дракой. Но заметьте, никогда эти вещи не выносили в сеть. Знаете почему? Потому что в первую очередь все делали одно дело. Что Владлена, что Арни, я очень глубоко уважаю, несмотря ни на какие личные склоки, и они по-настоящему герои нашего Отечества. Не понимая только, зачем Анастасия и ее команда в своей откровенной чернухе используют мои личные разногласия с людьми, которых, к сожалению, на сегодняшний день нет живых. Совесть есть вообще? Кашеварова ответила. Не надо прикрываться Максимом Фуминым, Владленом Татарским. Макс этого 13-го терпеть не мог. И вот что этот бесстыжий человек писал в день похорон моего друга. Радовался. А сейчас потер пост, потому что ссыкло и предатель от супруги Макса пламенный привет. А Гранит, боец ЧВК, на котором он выложил первые данные личные, был начальником штаба у Алексея Терека Нагина, его другом. Семь лет отдал компании, служил верой и правдой. И этого 13-го травлю только я. Так что все могут писать мне в личку, и я его додавлю. Сними предатель флаг Вагнеров, и храбрость, смелость и служение Родине не имеют к тебе никакого отношения. Ты сдал парней еще в Сирии. Беспринципные бабки сдал. Так что не надо прикрываться нашими покойными друзьями, оставь их в покое. А что случилось, кстати, с группой ЧВК Вагнера Анастасия? Ну, очередная порция кружочков от 13-го. А еще я забыл упомянуть то, что очень нехорошо, что этот человек выложил там, в очередной раз напомнил сети мой адрес, ну, вернее, адрес, где живут мои родители, как бы люди уже в возрасте, на пенсии, так сказать. Вот. И также там появляются периодически мои дети. Вот. Поэтому считаю тех, кто опубликовал мой адрес, ну, минимум, пособниками врага. Потому что, ну, для чего? Кому вы хотите проблемы создать? Я знаю все ваши адреса и даже какие-то подпольные школьные клички по шараге. Но я не публикую же это в интернет. Хотя я могу поступить по-всякому. На Миротворце этот адрес был с 2014-го. Правда, не понимаю, как я попал на Миротворец. Вот. Если я просто приезжал, фотографировался с оружием, вот. Анастасия просит меня показать, где и что я штурмовал. Вот. Анастасия, я вам вообще могу даже в подробностях рассказать и показать. Но, к сожалению, вы не в моем вкусе. Потому что ваши моральные приоритеты и любовь к волосатым мужчинам, к очень волосатым мужчинам с акцентом, к сожалению, меня не привлекает. Вот. Мне нравятся русские красивые девушки. А еще история с Анастасией Кашеваровой у меня в голове до сих пор не укладывается. Потому что мне люди некоторые пишут, ты не представляешь, она там работала и на Володина, и на того, и на того. Таких уважаемых людей назвали. Сказали, что она там работала в Госдуме и прочее. Вот. Я просто смотрю, там какая-то женщина Матюки пишет. Несет вообще непонятно что. Собирает какие-то непонятные склоки. Вот. И рождает какой-то непонятный конфликт. Еще и деньги кто-то за это платит, чтобы этот конфликт раздуть. И у меня просто в голове не укладывается. Ну. Вы о том человеке или говорите, или это разные люди какие-то. Потому что то поведение, которое я вижу сейчас, конечно, более подходит какой-то обиженной девочке-чернильнице, нежели уважаемой журналистке. Завершается это все кружочком, еще одним, где он говорит, все, больше я не буду ничего говорить по этой теме. Как вы можете догадаться, как и всегда бывает в этой среде, это же, конечно, ложь. Тем не менее, заявление он такое делает. А еще с высоты всей серьезности могу сказать, что когда мне говорили там, вот, она работала на Володина, на того, на сего, да хоть на Массад. Абсолютно, как бы, ну, несерьезный человек, я это вижу. И, как говорил мой тренер, всегда в схватке выбирай себе сильного противника. Потому что, когда ты выбираешь противника слабого, ты ничего не приобретаешь, ты только теряешь. Вот я терять не хочу, поэтому, извините меня, с этого поста никаких конфликтов и продолжений с Кашеваровой больше не будет. Работаю в прежнем режиме, работы у меня, поверьте, много. И какие-то Кашеваровой, которые заваривают непонятные конфликты и рассказывают мне потом биографию бывших сотрудников ЧВК Вагнер, да мне вообще абсолютно неинтересно. Когда какой-то сотрудник компании делает какой-то поступок, пусть он в голове трижды подумает, а что бы мне на этот поступок сказал первый и девятый. Хорошо подумайте над этой мыслью. Ну и последний на данный момент удар от Кашеваровой это действительно переписка, которая показывает, если она подлинная, что в какой-то момент 13-й за деньги решил сдать какие-то видеозаписи группы Вагнер. А вот переписка 13-го Егора Гузенко с ребятами из Вагнера. Он конкретно подставил ребяты компанию и сливал видео в СМИ за деньги. О том, что он ворует деньги с гуманитарки, продает жизненно важную информацию по нашим бойцам и ни дня не был на передке, мало кто знает. Он врет. Всем ждите большого расследования о псевдопатриотах. Анастасия, жду, жду расследования по псевдопатриотам. Главное, чтобы с ним не случилось то же самое, что с расследованием по убийству Евгения Пригожина. Ну, то есть, чтобы оно не вышло. И в этих переписках вы можете их посмотреть детально. Там, собственно, вот следующая переписка. Типа, сначала обращение. Звони куда хочешь, ничего личного видоса есть на Фонтанке с ноября, но только автора никто не знает. С ноября я и работаю там журналистом, потому и ограничился в общении с тобой, чтобы тебя не спалить. Ты ненормальный. Нам звонит СБ, служба безопасности. Ты прекрасно понимаешь, что за это будет. Пацанов уже двоих подтянули. Да, значит, и дальше обращение. Я ненормальный и нашел в себе хорошую оплачиваемую работу. Повторюсь, ничего личного. Кстати, интересно, что за хорошая оплачиваемая работа в Фонтанке, потому что в целом в журналистике там нет хороших оплачиваемых работ, по крайней мере, в той ее части, которая не под каким-нибудь государственным предприятием ты че понимаешь, чем нам это светит или тебе на жизни парней мне семью тоже кормить надо и порой таким путем приходится идти. Ничего личного, повторюсь. Какие ничего личного? Ты меня таким путем, если расстреляют хоть одного нашего и дальше многоточие. На этом, а пока, на данном этапе Кашеварова больше ничего не писала. Ждем ее расследования псевдопатриотов. Ну а 13-й записал еще один кружочек, где радуется принотевшей в него известностью. Скажи мне два года назад о том, что у меня будет крупный телеграмм канал. У меня будут какие-то ссоры с желтушными журналистами из желтой прессы, которые будут писать на меня за казухи и мне будут предлагать выйти в промоушен ММА с бывшим сотрудником компании Чувака Ваннер, который перешел в Ахмат. Я бы сказал, да вы че? Ребят, что вы курите? А сегодня вот так сюда. Уже только ленивый, по-моему, про это не написал. Там Собчак, Би-Би-Си, там всякое. Просто читаю, какие масштабы приобретает внутренний конфликт. И самое интересное, что в пламя этого внутреннего конфликта сразу же начинают подкидывать дрова люди извне. Вот. Им это, как мы видим, на руку. Что ж, уже получился довольно большой ролик. Но помимо развлекательной его части, безусловно, эти истории мне нравятся. Нравятся, когда жаба с гадюкой, да еще и мои любимчики, Кашеварова с 13-м, вступили в неравный бой, угрожают друг другу расправой, угрожают сливом данных, сливают данные, рассказывают, что все другие подтягивают к этому других людей, другие каналы, другие сетки, платят деньги за посты. Это замечательно. Все. День народного единства как раз венчает, собственно, на эту замечательную историю. Но с точки зрения реальности это тоже довольно важно. Потому что речь идет не только об отдельных каналах. Речь идет о том, что в целом вся эта среда, она алчная, она лживая, она трусливая. Выступать вообще за фашистское государство нужно быть либо очень тупым, либо очень трусливым. Как правило, все эти люди совмещают. И в этом контексте важно, что вот эти вот швы, они расходятся. Особенно вопрос с гуманитарной помощью. Ну как гуманитарной? Они гуманитаркой называют, не гуманитарную помощь. Гуманитаркой они называют военную помощь. Ну то есть дроны, значит, обмундирование, тепловизоры и все прочее. То есть все, что нужно для войны. И я надеюсь, что этот поток будет перекрыт. Я надеюсь, что они друг друга додавят. Я надеюсь, что эти битвы будут еще масштабнее. Надеюсь, что они будут сливать друг на друга компромат, рассказывать расследования, подтягивать другие каналы. И это уже активно происходит. Это лишь один из конфликтов, который я решил вам рассказать, потому что участвуют мои любимчики. А есть и другие. Есть война Соловьев Лайв с теми, кого они называют криптох... Извините за выражение, значит, с украинцами, которые перешли на сторону России в информационном поле. Это там Мантян, Подоляка, кого они еще туда запишут. Вот за этой частью лора я не очень слежу. За ней, кстати, неплохо следит Маша Борзунова на своем канале. Так что тоже смотрите. Я вот больше за этой военкорско-военблогерской частью слежу, значит, и рассказываю вам. Поэтому вот такое видео выходного дня. Мне кажется, попкорн вы свой уже доели, видео получилось долгое. Я надеюсь, что оно принесло вам такое же искреннее удовольствие, как и мне, когда я знакомился с этой историей. Будем надеяться, что этих историй будет больше, помощи военным российским будет меньше, а победа Украины будет как можно скорее. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok